всем привет и в этом видео мы с вами поговорим о том как правильно заменить масло и отрегулировать подачу масла конкретно будет речь о промышленных швейных машинах которые имеют поддон и имеют вот такое челночное устройство вот об этом мы с вами сегодня и поговорим итак первое на что хочется обратить внимание сейчас это новая машина еще с бирками она в регулировке мы будем с вами регулировать подачу масла посмотрим как правильно отстроить как правильно залить на что нужно обратить внимание итак первое обязательно ложим поддон магнит как правило найдет в комплекте если же получилось по каким-то причинам что магнит у вас пропал или же потерялся ли его вообще не было вы можете положить любой магнит не обязательно круглый там например с кнопки либо с другого устройства сюда на болт для чего это нужно вот видите что есть маслофильтр так называемый момент обкатки машины в процессе работы попадают булавки попадает металлическая стружка чтобы вот это не втянулась масло приемник и служит вот этот магнит он собирает на себе все то что содержит металл если вы уже какое-то время пользуетесь машинкой можете вытянуть этот магнит и и обратить внимание на то что там очень много налета это то что прилипает прямо к магнитным стружка и если вы меняете масло вот этот узел этот элемент нужно вычистить чем чистить ну либо веточью либо салфеткой бумажной либо туалетной бумагой не столь важно любым другим устройством точнее не устройством а материалом который в принципе хорошо впитывает масло это первый момент на что хотелось обратить внимание второй момент как правило большинство машин имеет две метки на некоторых написанное обозначение high low то есть это нижний уровень верхний уровень как правило когда вы меняете масло или же заливаете масло вам нужно придерживаться вот этой отметки когда вы заливаете в механизм это тоже такой принципиальный момент если масло опускается ниже вот этой метки но это уже скажем так минимально допустимая метка ниже которой нежелательно эксплуатировать машину то есть вот это следующий момент на что нужно обращать внимание сколько заливать масло сразу возникает попутный вопрос можно ли доливать масло в принципе да потому что как правило в поддон уходит от 300 до 450 грамм в среднем как правило остается на доливку определенное количество масла вот этим маслом вы можете пользоваться но на что хочется обратить внимание если масло меняет цвет приобретает какой-то характерный запах или же становится таким желтым грязным бывает такое что даже масло зеленый цвет приобретают то вам вот это масло нужно менять а не доливать чтобы допустить верхний уровень таким образом обычно происходит замена масла видите вот этот болт он откручивается и все потом спускается в поддон вот она специально технологическое отверстие для слива что обычно можно сделать домашних условиях берете хорошую отвертку откручиваете под низ подставляете баклажку в бутылку ну любую другую емкость которую потом не жалко выбросить и просто-напросто сливаете это все что делать с маслом опять-таки ваша цель убрать вот это все что есть поддоне вычистить мусор и помимо вычищения мусора убрать старое масло по максимуму поэтому берете либо ветошь либо салфетки либо туалетную бумагу промакиваете вымакиваете все и только лишь затем заливаете масло это такой тоже следующий момент который вам очень важно учитывать далее на что еще хочется обратить внимание есть определенные регулировки в данном случае здесь находится винт на центральном валу здесь вот если обратим внимание здесь есть плюс минус то есть вот это основной винт регулировки подачи масла на челночное устройство и за счет вот этого винта регулируется подача масла если масло будет сильно много масло будет образовываться вот здесь вот в лотке позже она будет также попадать на игольную пластину и как следствие будет на ткани это означает что машина работает с переливом с другой стороны если ограничить подачу масла тогда через время появится характерный скрип челночного устройства графера так называемого и будет повышенный износ поскольку техника работает не в том режиме в котором нужно и наша с вами задача добиться оптимального баланса между той подачи которая нам необходима ну и тем результатом который есть вот сейчас как раз посмотрим как это все будет делаться в данном случае стандартная литровая баклажка масла постараемся видно возможно на юбкости 09 0807 литра ну и мы с вами заливаем то есть наша задача сейчас залить до верхней отметки когда машина начнет работать смазываться механизм естественно вот это масло просто-напросто разойдется в механизме сразу попутно на что хочется обратить внимание как правило если это первый запуск машины и заливается то масло которое в комплекте но она как правило выглядит вот в таких вот емкостях в данном случае здесь минимальный объем всего лишь где-то 300 миллилитров вам важно понимать что вот это масло она выполняет роль обкаточного масла зависимости от того какая это фирма вот это масло может быть либо стационарным который используется либо промывочным что я имею ввиду вам важно понимать что когда вы заливаете родное масло помимо того что сейчас будем вот регулировать подачу масла как правило первое масло в любом случае независимо от того обкаточное то или как бы то которое для постоянного использования через определенный промежуток времени но как правило это от двух недель до месяца вам его нужно слить вычистить поддон и залить тогда уже нормальное масло речь данном случае идет о вазелиновом масле специально вазелиновое масло для смазки промо оборудования которые заливаются в оверлаки плоскошовная машина в спецтехнику это специальное масло для швейных машин так вот вот это масло когда но первое и машина прикатывается его нужно обязательно заменить через короткий промежуток времени почему когда идет прикатка машин вымывается вот эта вся гадость вымывается притирается узлы здесь как правило скапливается очень много металлической стружки масло в принципе очень быстро меняет цвет потому что технологическая смазка вымывается идет обкатка и если вовремя не поменять масло масло теряет свои свойства становится такое как вода жидкая и машина уже работать с повышенным трением это можно слышать по звуку характерные звуки характерные скрипы для вас важно понять что когда вы залили первое масло где-то от двух до четырех недель в среднем она может проработать затем его очень важно заменить и после замены масла после того как вы вычистили вот это все нужно отрегулировать подачу ну так масло залито ну сейчас будем смотреть что же у нас получается сейчас я закрою игольную пластину она в принципе нам не нужно мы с вами будем ориентироваться на определенные моменты я вам подскажу как раз что является точкой отсчета и как можно самостоятельно понимать правильно ли отрегулирована подача или нет и так первое на что нужно обратить внимание на большинстве машинах есть так называемый лючок или технологического отверстия очень важно чтобы здесь был фонтанчик масла то есть вот обратите внимание вот это принципиальный момент потому что если есть масло фонтанчик так называемый значит машина работает правильно узлы смазывается если масло здесь не поступает нужно разбираться с причиной почему это произошло почему не поступает масло потому как в противном случае машина на оборотах просто-напросто может заклинить и тогда уже вам нужно будет вызывать механика то есть вот это принципиальный момент должно подаваться маслом как обычно происходит регулировка вот они максимальные обороты вам на этих оборотах нужно проработать минуту и после минуты сейчас мы сделаем небольшую паузу смотрим что происходит итак прошло около минуты и обращаем внимание на поддон данном случае мы видим масляную дорожку и причем масляная дорожка ну довольно таки ощутимо вот это как раз говорит о том что у нас подача идет смазки на челночное устройство что мы с вами мы вытираем убираем салфеткой и и потом смотрим дальше и так вот в данном случае как раз видно что идет перелив поскольку масляный след дорожка такая очень большая наша основная задача понимать что делать вот этим регулировочным винтом если у нас подача очень большая то есть нам надо его выкрутить то есть выкручиваем на пол оборота и проверяем по новой здесь вот она подсказка для вас если вы крутите по часовой стрелке это мини как против часовой стрелки это минус по часовой это плюс бывает так что на некоторых машинах этой информации нет что происходит в таком случае если вы выкручиваете винт он то есть против часовой стрелки крутите вы ослабляете подачу масла то есть масло будет подаваться меньше если есть такая необходимость увеличить подачу масла вы закручиваете вот это вот основной принцип регулировки но в данном случае очень много будет зависеть от качества масла от его вязкости от конкретного типа машины но вот сейчас вы видите что масло в принципе идет перелив что делаем дальше но нам с вами дальше опять мы подкорректировали на пол оборота гоняем минуту и после этой минуты проверяем смотрим что происходит дальше так сейчас делаем паузу пока я погоняю потом смотрим на результат так вот как раз сейчас запрокинул машинку видите все стекает ну и вот обратите внимание вот легенькая дорожечка вот это в общем то тот результат который нам с вами нужно получить когда на оборотах в течение одной минуты у нас появляется с вами вот такая небольшая дорожка как ее можно увидеть ну либо же вытираете чисто насухо поддон либо же еще некоторые используют например ложат салфетку на низ белую бумагу и на этой белой бумаге очень хорошо видно сколько поступает масло то есть ваша основная задача чтобы была небольшая дорожка если дорожки вообще нету ну это беда вам важно тогда увеличить подачу масла если сильно большая дорожка масло очень много вам его нужно уменьшать вот этот принципиальный момент который вам нужно понять регулируется это вот этим винтом мы его либо закручиваем либо откручиваем делаем это либо после доливки проверяем как у нас обстоят дела со смазкой либо же после замены масла потому что бывает так что масло вроде бы одинаковое но по факту получается что плотность может быть разная вот этот момент вам важно обязательно учитывать собственно говоря вот это основные моменты по замене масла если же я что-то упустил напишите в комментариях если что-то хотите узнать опять таки пишите в комментариях кроме того если у вас есть подобная машина вы хотите ее научиться настраивать есть мастер-класс ссылку тоже оставлю в описании под видео где вы можете решить типичные проблемы большинства машин которые имеют челночное устройство двойного облегания или так называемый графер об этом как раз в описании под видео здесь будет ссылочка оставлю собственно говоря в заключение хочу сказать чтобы вы посмотрели остальные видео на канале возможно что-то будет вам полезно но на этом все и до новых видео пока